Субтитры создавал DimaTorzok Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто последовали за ним до судного дня. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха субханаху ата'аля должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет великим преуспеянием. Вот те, которые уверовали. Всевышний Аллах субханаху ата'аля в этом мире поделил ответственность между людьми, между ними. Каждый из нас несет ответственность перед Аллахом за кого-либо. Правитель, он несет ответственность перед Аллахом за тем, кем он правит. Муж в семье перед Аллахом несет ответственность за всю свою семью. Супруга несет ответственность также перед Аллахом за своих детей. Дети несут ответственность перед Аллахом, субханаху ата'аля, также за имущество их родителей. Эта мудрость Аллаха, субханаху ата'аля, заключается в том, что каждый, неся ответственность перед Аллахом за кого-либо, он быстрее взрослеет. Он быстрее воспитывается. И он мыслит коллективно. Он не мыслит леденолично. Субханаху ата'аля, субханаху ата'аля. Субханаху ата'аля, субханаху ата'аля. Субханаху ата'аля, 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 субханах несет за кого-то ответственность. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, имам, правитель мусульман, он отвечает, он пастух, и отвечает за свою паству. То есть он отвечает за тех, кем он правит. Муж, он пастух, и отвечает за свою паству. И его паства, это его семья. Жена отвечает, жена пастух, и отвечает за свою паству. А ее паства, это ее дети. Слуга отвечает, он пастух, и отвечает за свою паству, а его паства, это его господин. Но это не актуально в наше время. В наше время все свободны. Аль-Хамду и Лиллах. Абдулла и Амар, саллиллаху алейхи вассалям, говорит о том, что я считаю, и больше склоняюсь к тому, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, добавил к этому и сказал. И каждый мужчина, или каждый ребенок, отвечает за имущество своего отца. И он пастух, и отвечает за свою паству. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит о куллюкум ра'ин, ва масуулу нан ра'йятихи. Каждый из вас пастух и отвечает за свою паству. Немного постарайтесь глубже вникнуть в слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он говорит об ответственности. Ответственность, это за которую придется отвечать перед Всевышним Аллахом, субханаху ата'аля, указывая, либо же отвечая, насколько правильно и насколько добросовестно ты выполнял свою ответственность. Многие из нас женаты и отвечают за свою паству. А это его семья. С семьи все начинается. С семьи зарождается общество. Насколько здорова семья, настолько здоровым же будет общество. И поэтому каждый мусульманин, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ему напоминает о том, что он отвечает за свою паству. Это говорит о том, что он не должен быть на небесах, а они живут на земле. Это говорит о том, что он вместе со своей семьей должен быть рядом и отвечать за них перед Всевышним Аллахом. Отвечать за их жизнь, за их образование, за их воспитание, за их соблюдение предписаний Всевышнего Аллаха. Ведь отсюда во все начинается. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, обучайте ваших детей молитве с семи лет. И строже относитесь, и побивайте даже их за это с десяти лет. Это учитывая то, что они еще несовершеннолетние. Это с учетом того, что они должны впитать это подобно маминому молоку. Впитать соблюдение предписаний Всевышнего Аллаха, таких как намаз, таких как хиджаб, таких как пост, закат и тому подобное. В мусульманской семье не должно быть отец-пастух в одном месте, где-то в горах, а его паства, его овцы, где-то у подножия горы. Каждый перед Аллахом, субханаху ата'аля, ответит за свою пасту. И поэтому отец в своем доме, он должен контролировать соблюдение предписаний Ислама, в первую очередь, самим собой. Насколько он добросовестно выполняет и вовремя ли он выполняет. Как относится он к Курану в своем доме. Как относится он к сунне посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в своем доме. А затем быть внимательной к своей супруге. Как она соблюдает предписания Всевышнего Аллаха. Каково ее отношение с Кураном и с сунной посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. Каково ее отношение к хиджабу. И как она воспитывает своих детей. Она воспитывает ли их, либо же оставила их на воспитание интернету, мультфильмам и тому подобное. Также он должен нести перед Аллахом ответственность. И обратить внимание на то, чем занимаются его дети. На чем они воспитываются. Что является тем молоком воспитания их. Оно халяль, либо же харам. Когда ваш ребенок грудничок, вы никогда себе не позволите украсть молоко и накормить своего ребенка. Вы скажете, нет, я буду кормить его халялем. Но только тогда, когда его мать отлучает от груди, это не означает, что он должен есть, что попало. Ты также должен переживать, что есть твой ребенок. А также, чем забита его голова. Ведь человек будет спрошен у Аллаха, субханаху ата'аля, за свою душу и за свое тело. А ребенок, когда растет, его мозг пустой. Он чистый. И все зависит от того, чем оно наполнится, подобно той флешке, которую вы купили, она пуста. Чем вы наполните ее? То же самое дети. Они рождаются с пустой флешкой. То есть, их мозг пустой, чистый. Наполнен фитрой. Наполнен природой. Он знает, что такое день, что такое ночь, что такое белое, что такое черное. Но потом его мозг начинает наполняться. И вот чем он наполняется, ты перед Аллахом отвечаешь за это. Сегодня мы купили им телефоны, дали им планшеты, смартфоны, отдали им и сказали им, иди заполняй свою флешку, чем угодно. Абсолютно без контроля. И мы не знаем, чем они живут. Когда ребенок еще до совершеннолетия, до 12 лет, до 10 лет, с ним легче. Но он начинает впитывать информацию с 5 лет, с 7 лет. И вот до времени совершеннолетия, до того, как он станет мукеллор, его сердце и его ум уже чем-то наполнены. И вот когда он становится на молитву, это отражается в его молитве. Вот когда он совершает предписание, оно отражается на его деяниях и поступках. Подростки, это, наверное, самый опасный период воспитания или даже сложный период воспитания детей. Но и за это ты должен отвечать перед Аллахом и будешь отвечать. И поэтому должен быть внимательным к своим детям, если они дошли к подростковому возрасту. К огромному сожалению, подростки сегодня растут на музыке. Подростки сегодня растут на мультфильмах, фильмах, тиктоках. Но мультфильмах необычных, на аниме. Аллах, субханаху ата'ала, говорит, «Ва мин аннаси ма ешта рилаху аль-хадихи лу юзилла ансабили ля ансабили ансабили ля Среди людей есть те, которые покупают, Аллах говорит, праздные речи для того, чтобы сбивать с пути Аллаха. Абдулла бна Аббас, рады Аллаху ангума, относительно этого аята, сказал, что здесь подразумевается музыка. Ведь музыка, она влияет на сердце человека таким образом, что может поменять его настроение. Он мог быть грустным, оно может поднять ему настроение, он был в настроении веселым, оно может сделать его грустным. Сегодня музыке нет абсолютно никакого контроля. И сегодня дети и взрослые, что говорит о детях, слушают все подряд. Абсолютно не обращая внимания нормам шариата, абсолютно. Нет в этой музыке ни скромности, ни этикета, ни воспитания, ни женственности, ни мужества, абсолютно ничего нет. Один разрад. И, к сожалению, дав возможность детям телефоны, смартфоны бесконтрольно, дети растут на этом. И наполняют в себе это, их флешки с забитой этой информацией, с забитой этой музыкой. Идет подросток в наушниках и спросил у него, что он слушает. К огромному сожалению, ты увидишь, что он слушает музыку. Сегодня подростки помешаны на аниме. Аниме – это японский мультфильм, которые имеют абсолютно разные виды и разные категории. Есть детские, подростковые, есть уже плюс 18 и тому подобное. Но все это в одной куче одна индустрия. Мультфильмы, которые детей обучают колдовству, обучают разврату, однополым бракам, смешанным полам. То есть это он может быть ни мужчина, ни женщина. И мы не видим, мы знаем, что наши дети смотрят какие-то мультфильмы, но даже не подозреваем, что они растут на этом. И что интересно, они отдаляют их от реальности. Они обучают их ненависти, злобе и желания разрушать и уничтожать. Верить в некие существа, в некие силы, сильные силы, которые готовы переворачивать небеса и землю. Они отдаляют их от реальности и воспитывают в них желание подражать мужчин женщинам, а женщин мужчинам. Они даже своей структуры, структуры, физиологии отличаются от нормального другого человека. Очень большие глаза, очень короткий, маленький нос, очень короткие, маленькие губы или тому подобное. И дети видят в этом идеал. И они недовольны тем, как Аллах их создал, и стремятся к этому идеалу, готовы делать все, что угодно, чтобы подражать им. самое страшное, что в их сердцах зарождаются идеалы, которым они желают быть похожими. А девочки даже желают и выйти замуж. Это наше, это наше время и наше общество. Это наши дети. Когда мы проводим время в спорах между собой, когда мы проводим время в смутах, в обвинениях друг друга, в определении, кто чище иманом, кто крепче, кто сильнее, кто на таухиде, кто на бидеа и тому подобное, в это время наши дети наполняют свои флешки. И что самое страшное, что ты боролся не там, где надо, а время все лечит, и время все показывает. Завтра придется встретить тот плод, который ты взрастил. Но, к сожалению, дети, которые вырастают на музыке, на этих аниме-мультфильмах, на тиктоках, на инстаграмах, они вырастают полными флешками, но полным мусора, не готовыми к жизни. А самое интересное, не готовые сопереживать и переживать за религию Аллаха. Она психически, это все психически трамбирует детей, так что дети не желают общества, желают быть одними. они мало разговаривают, их словарный запас мал, они мало знают ислам, они мало учат Коран, они мало знают истории ислама, они мало знают свою историю. И это только потому, что каждый из нас и каждый из нас посту занимается не своими детьми. он отвлекся на дунью, он занимается заработком рыска, он занят чем-либо другим и возложил эту ответственность на свою супругу. А она в свою очередь занята ревностью своего мужа, что он женится на второй либо на третий. Она занята другими абсолютно делами. Но к сожалению дети остаются всегда с краю. Но следует не забывать, что мы перед Аллахом за них в ответе. Завтра вырастет поколение. Завтра вырастет поколение. И это поколение наша заслуга. Каким она будет? Она будет здравым, сильным, здоровым, либо уже будет бестолковым, слабым физически, слабым духовно и слабым абсолютно в образовании. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха в своей пастве, бойтесь Аллаха в своих детях, бойтесь Аллаха в своих женах. И знайте, каждый из вас пастух и отвечает за свой пастух. Я прошу Аллаха прощения этого прощающего милосердия. Каждый из нас отец. И он в то же время должен быть учителем. Учителем в первую очередь для своей семьи. Он должен быть близким к своим детям настолько близко, чтобы ребенок мог ему довериться. Не должно быть разрыва в отношениях между родителями и детьми. Должно быть уважение между детьми и родителем, но в то же время должна быть у детей возможность не стесняясь, не боясь показать свое настоящее лицо своим родителям. Реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся, это то, что каждый из нас, он желает искренне воспитать своих детей. Это правда. Он с ними суров и порой бывает жестким. Но жесткость всегда порождает иногда обратный эффект. Это в подростковом периоде, когда ребенок растет в лицемерии. Лицемерие подразумеваю под этим словом двуличие. Когда он перед своими родителями ровно такой, каким хотят его видеть его родители на намазе с Кураном, скромным, чистым, опрятным в хиджабе, говорящим о благом. Но только когда ему стоит остаться наедине, либо же в окружении подростков, либо же других детей, ребенок становится немного другим. Он становится немного другим только потому, что все, что ему говорит отец, ему неинтересно оно. У него интерес в другом совсем. Он получает больше информации, интереснее информацию в музыке, в аниме, в соцсетях и тому подобное. Но никак не от своего отца и от своей матери. Они живут не возле своих родителей, а в стороне совсем другой жизни. Той жизнью, которой они напитались из интернета и из соцсетей. Полна матов, музыки, тик-токов, всякой моды и тому подобное. Есть проблема, как ее решить? Самое главное, не стоит идеализировать своих детей. И идеализировать свое воспитание, что вот оно вот так и никак по-другому. Нужно стараться услышать ребенка каждому родителю. Ребенок должен с твоих уст не как тиран или жесткий отец, рубящий все, что нравится ребенку. Он должен слышать некий диалог. Ребенок должен видеть, особенно подросток, я говорю о подростках. Он уже может определять, что хорошо, что плохо. Если он стал мукеллофом, то не стесняйся у него это спросить. Расскажи ему, что он должен делать завтра с этим. Что он должен делать со своей страстью, которая у него растет вместе с ним. О, мать, не старайся, не бойся говорить со своей дочерью о тех днях, которые ее должны постигнуть, критические дни. Как она должна завтра вести себя, когда у нее появится чувство к другим подросткам. Ведь они люди, они такие же, как и мы. Только единственное, если мы можем где-то перебороть сильнее, у нас пришло больше осознания. У них страсти больше, нежели разума. И они изучают только этот мир и их тянет туда. Ты должен стать для него тем, который сможет ему спокойно говорить «Нет, сынок, вот альтернатива в этом. Подожди еще год-два и я женю тебя». Стремись к этому, стремись к образованию, стремись к наукам. Если ты сможешь найти ключик к своему ребенку, то ты успешный воспитатель. Если нет, то ключи от сердца твоего ребенка в руках у других. А завтра, когда ему станет восемнадцать, и ученые говорят о том, что восемнадцать и после восемнадцати забудь о воспитании. Ты пожнешь плоды. Ты пожнешь плоды те, которые уже посеял, поливал и воспитывал после восемнадцати. Если он тебя почитает, уважает, если он приносит пользу в общество, и он сам правдивый, с Аллахом, он соблюдает ислам, радуйся. Уже радуйся в этом мире. Ведь это победа маленькая. Если он кричит на тебя, повышает на тебя голос, огрызается, не дай Аллах поднимает руку, если он не считается с тобой, то у этого есть причины. Причины то, что ты не доглядел. Причины ты оставил его. Ты вместе с твоей супругой оставили своих детей, пока выясняли отношения между собой, кто женился, кто не женился. Ревность или неревность. Дети в это время росли в планшетах и в телефонах. А это результат. Сегодня мы видим, подросток зашел в школу, расстрелял детей. Подросток зашел на детскую площадку, вырезал детей. Это все просто так ли? Нет. Это потому, что эти дети выросли в соцсетях. Выросли и на играх, которые управляют их мозгами. Они выросли в аниме и мультфильмах, которые научили их колдовству, тирании и тому подобное. Это последствия. И поэтому каждый из вас пастух и отвечает за свою пасту. Любите своих детей не на словах, не гиперопекой, чтобы лишь бы он не съел что-то вредное или не упал, не споткнулся, а гиперопекой их души. Посмотришь некоторых, они очень сильно опекают своих детей за здоровый образ жизни, чтобы он где-то не ударился, не ушибся или кто-то его не обидел. А что касается его души, неважно, пусть берет с музыки. вот те, которые уверены. Наши сердца это сосуды. Чем мы их наполним, таковыми мы же будем. Сердца наших детей это сосуды, но они просто еще неопытные и молодые. Поэтому они нуждаются в том, чтобы кто-то им объяснял и доносил. Не рубил их сразу, не избивал их за то, что они послушали музыку. Вы встретите не дай Аллах своего ребенка, который оказывается уже слушает музыку. Оказывается он уже делает непристойное. Что нужно делать? Сразу брать и бить? Угрожать? Нет, это поздно. Достучись до его сердца, взрасти страх у него перед Аллахом и этими аятами, хадисами донеси до него это. Бить и объяснять это уже поздно. Я прошу Аллаха чтобы он помог нам воспитать наших детей праведным воспитанием. Я прошу Аллаха чтобы он нас сделал одними из лучших и наших детей лучше нас. Я прошу Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные. Простите у Аллаха прощения тем прощающим милосердным. «А милосердным». Продолжение следует...